Приветствую вас, Влада. Вы рассказали очень печальную, трогательную в то же время историю и очень двояко, я бы сказал, у меня ощущения. С одной стороны, есть ощущение некоторого вам сочувствия, с одной стороны, с другой стороны, есть ощущение радости за вас, ведь вы обрели такую семью и вы, в общем-то, сейчас, как мне показалось, по крайней мере, гораздо счастливее своей мамы, вот, которой в жизни повезло меньше, чем вам. Это очевидно. Вот. Хотя, может быть, вы с этим и не согласитесь. Понятно, что в данном конкретном случае у вас с мамой отношения очень напряженные и вы относитесь к ней как к человеку, который, мягко говоря, к которому вы, мягко говоря, ничего не должны, вот, и вы, безусловно, имеете на это право, безусловное право. Вы имеете точно такое же, безусловно, на то, чтобы быть счастливой. И вот мне кажется, что самое главное, здесь самое главное, самая большая такая, если угодно, проблема заключается в том, что вы сами не уверены и сами не верите в то, что имеете, как бы, полное право быть счастливой. Мне кажется, что именно сомнение в том, что вы достойны того, чтобы быть счастливой, именно сомнение в этом является сейчас самым главным отягчающим фактором вашей ситуации. Потому что мне кажется, что если бы не это, если бы вы были уверены в том, что вы имеете право на счастье, то вы бы не задавали тот вопрос, который вы задаете нам. По стечение обстоятельств, вот, так сложилась ваша жизнь, к сожалению, к сожалению, так сложилась ваша жизнь, что вы, вероятно, не умеете себя чувствовать, вы себя не привыкли к себе прислушиваться, вот, и наоборот, вероятно, попитывались постоянно, и продолжаете, как мне кажется, попитываться окружающими вас людьми, все, в частности, тем человеком, с которым мы живете сейчас, вот. Я ни в коем случае не хочу сказать, что это плохо, вот, если это вас делает счастливой, то это отлично. Но ситуация заключается в том же, что вы хотите кому-то что-то объяснить. Если вы хотите, например, объяснить, там, своей маме, что нельзя лезть, там, в окна в отношения, и что нужно уважать чужие границы, вот. Это, как правило, объяснениями не решаются. Такие вопросы объяснениями решить невозможно. Потому что человек либо, у человека либо есть чувство того, что нельзя лезть в чужие отношения, либо нет. И если у вашей мамы этого нет, то, соответственно, объяснять это бесполезно, бесполезно. Научить человека, именно научить, научить человека, можно научить, но не объяснить. Это очень важный момент. Я хочу, чтобы вы его зафиксировали. Потому что, когда мы объясняем что-то, то, как правило, пытаясь, ну, пытаясь что-то объяснить, вот. Мы демонстрируем неуверенность, ну, как правило, мы демонстрируем неуверенность в себе, неуверенность в собственных силах, вот. Сомнения определенного рода тоже в себе. И другой человек, как это не печально звучит, другой человек это чувствует. Он не может, не может, не может этого не чувствовать. К сожалению, к сожалению. Другой человек это ощущает, другой человек это ощущает, другой человек это чувствует. И получается, ситуация получается абсолютно обратно, понимаете, да? То есть получается ситуация, при которой вы объясняли что-то, вот. Достигает совершенно обратного результата. И именно поэтому, мне кажется, делать этого не нужно. Объяснять, а вот научить человека, научить человека, вполне, вполне возможно. Как? Внутренним своим ощущениям. Если вы будете прислушиваться к себе, если вы будете лучше чувствовать себя... Если вы будете познавать себя лучше, если вы будете отдаваться своим чувствам, вы сможете показать именно чувствованиям, именно эмоциям, эмоциями своими, как с вами можно, а как с вами нельзя. Сейчас получается, что вы говорите, я не хочу терять свою маму. Сейчас получается, что вы, ну, грубо говоря, были счастливы только до тех пор, пока ваша мама там, условно, не нарушала там границы, да? Вот, ну, как вы, я надеюсь, понимаете, это отношения по сути, так сказать, знаете, тепличные, тепличные. То есть, ну, вот, пока нет никакой угрозы, да, пока нет никакого воздействия со стороны, но мы будем... У нас будет всё хорошо, всё здорово, всё замечательно будет, вот. А, как только какие-то интервенции пошли, да, вот, ну, ну, там, 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 извиняю. Вот, это сразу начались проблемы, вот. Ну, мне кажется, мне кажется, что такие отношения, они не очень крепкие и держатся, в общем-то, на, именно отсутствие каких-то угроз. Мне кажется, что, если человек себе доверяет, ну, как бы, подобные интервенции, подобные отношения людей других, вот. Мне кажется, что, ну, не несет какой-либо угрозы, вот так, скажем. Потому что, эмм, страх потерять сама здесь больше про, аээ, как мне кажется, про, эээ, попытку, про такое вот желание получить то, чего вам не хватает. Вот я бы так, наверное, сказал. Получить то, чего не хватает вам. Другой вопрос, другой вопрос, чего вам не хватает, вот какой вопрос, мне кажется, нужно задать, то есть в чем вы нуждаетесь. В общем, вы не знаете, чего вам не хватает, чего вам хочется. Вы говорите, я не хочу терять маму, но при этом вы же сами пишите, что она в вашей жизни никак не участвовала. Так, не обманываете ли вы себя? Не обманываете ли вы сами себя здесь? А когда говорите, что не хотите маму терять? Может быть вы маму уже давно потеряли? А может быть наоборот? Может быть вы свою маму и не потеряете никогда? Да. Вот. Если там, словно говоря, ну, позволите себе быть собой, например. Да? Вот. Если позволите себе быть собой, а маме позволите быть собой. Личные границы, о которых вы говорите, устраиваются, ну, я бы сказал, постепенно. То есть это не что-то такое, что появляется сразу, сходу и так далее. Личные границы, это то, что человек выстраивает, опираясь в какой-то степени на себя, на свои чувства, на свои эмоции, на свои ощущения. Вот. Понимаете? И, как мне кажется, ну, это то, чему вам надо бы немножечко просто поучиться, вот, немножечко поисследовать этот момент. Вот. Ну, вам, значит, о себе, вот. Вместе с, ну, вместе с психологом. Вот. Вот, такой момент, я думаю, вам можно и нужно. Сказать. Вот. И, когда мама, мама, когда мама, ваша, я имею ввиду, мама, почувствует, что вы уверены в себе, когда ваша мама почувствует, что вы, ну, точно знаете, что делаете, когда ваша мама почувствует, что вы именно, вот, не сомневаетесь, когда не будет у вас помнений, вот, в том, что вы делаете, в том, что вы хотите, хотите. Вот. Мне кажется, что тогда она, условно говоря, начнет уважительно относиться к вам, она начнет уважительно относиться к тому, что вы делаете, к тому, что вы чувствуете, к тому, что вы ощущаете, и так далее, и так далее, вот. Ну, вне всякого сомнения нужно время, вне всякого сомнения нужно время, нужно, ну, нужно, как бы так сказать, нужны ресурсы для этого, для того, чтобы ваша мама могла перестроиться, вот. Человеку, как бы, ну, не молодому, да, мне кажется, перестроиться, мягко говоря, нелегко. Вот. И, к сожалению, это правда. Вот. Поэтому я могу вам порекомендовать, значит, терапию, психотерапию, могу вам порекомендовать, вот, я могу вам порекомендовать воспитывать в себе определенные качества, определенные, ну, черты их, вот, характера, да. То есть, ну, вот сейчас, например, то, что вы делаете, больше похоже, да, на, там, условно говоря, такое, ну, достаточно, достаточно реактивное поведение сейчас. То есть, я имею в виду, это поведение именно, как бы, ну, ну, реакция в ответ на, там, действия, допустим, той же вашей мамы, к примеру. Но, если вы будете себя исследовать, то, мне кажется, появится у вас возможность для того, чтобы реагировать и по-другому, так как вы не реагировали до этого, так как вы, может быть, не привыкли реагировать, но это вам нужно отдать своим чувством. И, конечно, рода чувства брошенности, вам тоже, на мой взгляд, нужно попроживать. Вот. Мне кажется, что, ну, в какой-то степени есть у вас ощущение, что, ну, какая-то вы, там, условно говоря, не такая, да, что-то с вами не так. Вот. Мне кажется, есть такая вот проблема. Проблема. И это, конечно, все достаточно болезненно. И получается, что мама сейчас, в какой-то степени, да, оспаривает ваше, ну, ваше право, там, на то, чтобы быть, ну, счастливой. Например. Ну, мне кажется, что, на самом-то деле, никто это право оспорить вас не может, кроме вас самой. Вот. И, как только вы это почувствуете, мне кажется, многие проблемы для вас перестанут существовать. Вот. Вот так вот, я думаю, можно ответить вам на вопрос, который вылетает. Ну, по крайней мере, по крайней мере, по крайней мере, так мне это кажется. Вот. Так мне это кажется. Таким образом, мне это кажется. Вот. На этом, на этом, в принципе, все, что я хотел вам сказать. Вот. Вот. Дальше, вот именно, ну, как бы, дальнейшей, дальнейшая работа, он может происходить в режиме консультирования. Вот. Вот. Как мне кажется. А это было бы более корректно. Вот. И это будет более полезно для вас, что важнее, на самом деле. Потому что в режиме консультирования вы быстрее придёте к какому-то пониманию, быстрее придёте к какому-то чувствованию, понимаете, какая штука. Вот то, что я хотел бы вам сказать. На этом давайте, наверное, закончим. Я хочу пожелать вам удачи, хочу пожелать вам всего самого доброго, хочу пожелать вам решения ваших проблем, обретения вам внутренних и внутренней гармонии. Желаю вам всего самого-самого-самого доброго и обращайтесь, буду рад помочь.